Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, британские ученые установили, что смотреть анекдот шоу в Одноклассниках в два раза смешнее, если вы делаете это не один. Поэтому быстренько приглашайте кого-нибудь к своему гаджету, чтобы смотреть наше шоу в компании. Это анекдот шоу в Одноклассниках! Мы анекдоты рассказываем. Их придумывает народ. Даже в эту минуту кто-то где-то сидит и придумывает новую смешную историю. Например, такую. Лежит кот во дворе, мимо проходит хозяйка и говорит, вот тварь, поел, поспал, валяется, спит, мне б такую жизнь. Кот лежит и думает, эх, детей моих утопило, меня кастрировало, жену стерилизовало, тебе б такую жизнь, тварь. Такая история в всем мире относительно. Ну, я анекдоты рассказываю своеобразно, а есть люди, которые рассказывают их очень хорошо. Давайте же с ними скорее знакомиться. Под ваши аплодисменты. Ну, как всегда, у нас команда оранжевого дивана и команда зеленого. Пока диваны стоят в одиночестве, но уже через секундочку на них появятся веселые люди. Ведущий вечернего шоу «Мурзилки. Лайв» Михаил Брагин. Брагин, привет. Да, хорошо. Когда-то мы были знакомы под другим названием, но столько времени. Не надо, не надо. Не надо грязи, да. Вот, посмотрите, друзья, потому что тысячи, миллионы людей узнают по голосу, но как удается-то выглядеть так хорошо? Это очки просто. Новые очки. Красят лысого мужчину. Ну, можно сказать. Русская Моника Белуччи. Мария Шумакова. Здрасте, Маша. Такое оригинальное, конечно, представление. Я все думала, что я актриса театра и кино, а оказалась русская Моника Белуччи. Вот такая профессия человека. Кто-то сантехник, кто-то врач, а кто-то русская Моника Белуччи. Да, официально. Официально сантехник. Ну, хорошо, давай тогда уходи. Да, ну давайте. Уходи, клади микрофон. Ну да, получается какой-то... Раз уж так. Что за профессия такая, Моника Белуччи? Да, Моника Белуччи, конечно. Друзья, никакая она не Моника Белуччи. Все это пустая болтовня. Актриса театра и кино Мария Шумакова. О, Маша, привет. Привет. А, сколько лет. А мы думали, Моника... А я вначале подумал, что Моника, что ли, да? А ну нафиг. Нет, я просто поправилась, поэтому... Как раз итальянская паста, итальянская пицца. Я вот вернулась из Рима совсем недавно. А ты вот на самом деле, ты следишь за питанием? Ну, вы знаете как? Я вот половину дней очень слежу. То есть я прям категорически слежу. Я пью воду, я сыроед. А половину дней я совсем не слежу. А с чем связано-то? А половина это 365 на 2 или как-то? Ну вы даже не что вообще спрашивать у женщины. Первые цифры и женщина это вообще несовместимые вещи. В основном. А второе причина... Давай в буквах. В буквах? Знаете, это страсть и любовь к вкусной еде. То есть ты, ну, любишь в принципе. Обожаю, конечно. Как говорят, люблю повеселиться, особенно пожрать. И я хотел просто сказать, что выглядишь ты хорошо. И самое главное, что вы знаете, у актрисы-то как бывает. Вот попадает какая-то роль, она там, допустим, заведующая складом маргаринного завода. Ага, или концтоваров каких-то. Да, или там еще, в зависимости от роли. И очень важно в процессе съемок, потому что бывает там съемочный процесс, особенно в сериалах, уходит на год. Нужно выявить, ты не можешь съездить в отпуск и вернуться плюс 8, правильно? Или минус 5. Нет, можно, надо просто заранее об этом сказать. И сценаристы, давай, что с ней произошло. Давай она просто послать. Нет, оператору и костюмеру. Вот, человеку, который должна об этом знать. Давайте поаплодируем. У нас сформировалась команда оранжевого дивана. Мы переходим к команде зеленого дивана. Сегодня уникально они представлены. Для меня это очень интересная будет команда. Надеюсь, что и вам очень понравится. Ну, легендарный, просто легенда телевидения, Александр Любимов. Александр Михайлович, дорогой. Дорогой. Да, очень рад. Привет, оранжевые. Привет. Здравствуйте, Ваш. Да, я всегда рад. Уже не первый раз Александр приходит в наше шоу. Потому что это действительно настоящий кладезь. Анекдотов разных. Я очень рад, что... Просто то, что я думал про реальную жизнь никому не интересно. Как раз таки тоже интересно. Нам тут иногда рассказывают люди про реальную жизнь, выдавая это за анекдоты. Да, помните? Ну, я думал, как вернуться так, чтобы люди меня заметили. Подумал, что надо куда-нибудь уехать, поменять пол. И вернуться уже так, чтобы все поняли, что... Ну, мне есть что рассказать. И показать, что есть что показать. Александр Любимов. Спасибо. Ну, а сейчас выйдет девушка, девчушечка. Вы знаете, я смотрю ее клипы без звука, чтобы меня вообще ничего не отвлекало. На самом деле... Могу сказать так. Моя близкая подружка, великолепная певица, звезда Нюша. Это очень сомнительный комплимент, я хочу тебе сказать. Сомнительный? Очень сомнительный. Скажи, что это неправда. Я это сказал вообще. Сказал правду. Знаешь чего? Я вот честно хочу сказать. В прошлом году я в свой день рождения, я находился в Париже, во Франции, шел в чемпионат мира по хоккею. Нет, нет, я на хоккей поеду. Я со своим другом после дня рождения, после вот этого матча, белорусы играли тогда в хоккей, мы в 4 часа утра сидели и смотрели твой концерт какой-то, клипы дома. Концерт или клипы, это разные вещи. Да, поэтому... Нет, концерт, не клип, а концерт, большой концерт, где у вас там все... Звук у телевизора не работал, я полагаю. Я же говорю, мы специально, чтобы ничего не отвлекало, его выключили. Так, все, не будет этого в эфире, я просто... Слушали хоккейный матч, а смотрели твои эфиры. Потому что смотреть там нечего. Так, давайте так, да. И кричали «Шайбу!» Так, Нюша «Шайба!» Да, Нюша «Шайба!» Нет, я хочу сказать только об одном, что насколько ты вот замечательный артист, и какие у тебя классные шоу. Вот реально, прямо это действительно так. Кто не видел, посмотрите. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, друзья мои, посмотрите друг на друга добрым взглядом. В последний раз. В последний раз, да. Можете какие-нибудь угрожалки вообще друг другу сделать. Да ладно, зачем же, зачем? Может, нет, уже очки. Причем вечера. Чтобы лучше вас видеть, да? Нет, нет, нет. Вообще все хорошо. Тебе не нужно ничего, и очки. Ну, а сейчас давайте поаплодируем самому главному. Аплодируем. А самое главное у нас не я. Это наш судья. Огромное количество писем мы получили. Расскажите поподробнее про эту адскую машину, смехомер. Ничего, ничего сложного. Ничего сложного. Огромный набор транзисторов, каких-то диодов, каких-то диодных мостов, лампочек, соответственно. Ну, и сложный какой-то мозг стоит внутри этой машины, что позволяет считывать эмоции с вашего лица, записывать децибелы вашего голоса, мерить общий шум атмосферы в зале, принимать сигналы метеоспутников, просто сигналы каких-то далеких планет, все это обрабатывает, и в итоге просто зажигаются лампочки. Вот такая машина, ничем не отличается от принципа действия простой стиральной, наверное, машины, но стоит намного дороже. И называется все это просто тупо смехомер. Мерит смех, как вы догадаетесь. Как он это делает? Например, я говорю какое-то, какое самое смешное слово, вот ты знаешь. Диодный мост. Вот, отлично. И с последним, что я слышал, самое смешное. Да? Диодный мост. Ну так себе, Михаил, вообще диодный мост. Представляешь, это встреча назначать. Давай встретимся на диодном мосту. И там транзисторами все обвешено. И сходят люди и продают микросхемы. В 90-е, да, там? Да. Кто покупал? Поднимите руку. Всех? Кто торговал? Может, да я продавал. Транзисторы. Да, а теперь давайте какое-нибудь вообще смешное слово. Лопата! Ха-ха-ха! Ты можешь просто кричать и все. Ну почти догнали. Какая-то сомнительная машина у вас, конечно. Почему? Ну такое, знаете... После лопаты все время. После лопаты. Все время заканчиваем лопатой. А будем заканчивать лопатой, давай? А будем заканчивать лопатой. Да. Но это еще раз говорит о том, что нашим людям ближе лопата, чем диодный мост. Согласен. В общем, все понятно. Пора переходить к нашему игровому процессу. Теперь уже все, шутки в сторону. Настроились серьезно, вспомнили анекдоты. И мы переходим к нашему первому раунду, который называется «Мой любимый анекдот». Друзья, все очень просто, все тривиально. Мой любимый анекдот в этом названии не убавить, не прибавить. Просто рассказывайте любимые анекдоты. Начинает у нас оранжевый диван. Кто из вас? Маша, Миша? Слушайте, у меня есть один из самых любимых, но мне нужны руки. Руки в студию! Остались, я буду держать микрофон. Маша, поддержишь микрофон? Руки в студию. Вставать надо или можно сидеть? Вот смотрите, вот эта вот площадка, поле, что хотите. Можете завалиться к ним за диван, можете прыгать на этом. Хорошо. Жги Миша. Я же не знаю, в каком жанре вы рассказываете. В оригинальном. Анекдот короткий, но люблю его уже лет 20. Традиционно мужик поймал золотую рыбку. Ну и рыбка спрашивает. Три желания. Так, хочу, чтобы руки были длинные, а покороче с ума сойти. Собственно, все. Лопата! Вот я сейчас увидел. Я вот сейчас увидел Монику Белуччи, вот на секундочку. Да, все-таки. С ума ты не. Но, зачитывается, да. Зачитали. Ну так как-то. Отлично! Зачет. Михалыч, кто будет у вас? Я думаю, Лэли ферст? Ну, можно, конечно, и так. Ну, что, из-за странной жизни. С другой стороны, мужчины обычно показывают пример. Ну, хорошо, давайте. Из-за странной жизни, притча, не анекдот. Можно же про жизнь? Конечно. Мы для этого и собрались. Все про жизнь. Зачем про жизнь? Ой, Михалыч не говорит. В одна тысяча. Концерт. Нет, все, тишина. пожалуйста. Концерт. Значит, стоим мы за кулисами. Ну, как, кстати, разговоры там. А что ты делал тогда-то? А я вот то, а я то, а я то. И Коля расторгует. Говорит, эх, Сань, какая же у нас с тобой все-таки яркая, интересная жизнь, что детям рассказать нечего. Эта притча уже практически стала анекдотом. Да. Ну, кстати, по поводу детей, да, как у нас формат? Не-не-не, у нас смотрят продвинутые дети, которые... 16 плюс, или мы можем? Можем, когда дети приходят, мама, ты смотрела анекдот шоу? Она говорит, нет, ну, ебану. Анекдот следующий. Значит, двор, еврейская семья, наверху, там кто, Сарочка, внизу гуляет, кто может гулять? Абраша. Абраша. Вот. И, значит, крик из окна, Абраша, иди домой. Он говорит, Сара, я что, замерз? Нет, Абраша, ты голоден. Да? Лопата, лопата, ребята, лопата, 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 лопата. Ну, давайте еще немножко за лопату. Нормально он там колбасит. Да, ну, все подсчитывает. Он все подсчитывает, вы за ним не следите. Нюшечка, давай, давай за это. Я, ну, что-нибудь сейчас забавненькое, актуальное, из последнего. Вот, давайте такой политический немножечко. Давайте, политический анекдот. Трамп совершенно случайно нажал красную кнопочку и выпустил в сторону России ядерную ракету. Ну, недолго думая, Россия тоже решила в ответочку, в общем-то, выпустить такую же ракету. Да, и встречаются, значит, две этих ракеты где-то в небе над Атлантикой. И русская, ну, ракета, другой, говорит, слушай, ну, давай за встречу по 50. Че, тут вообще давно не виделись. Ну, американская такая, ну, давай, конечно. Ну, они, значит, раз махнули по полтинечку, два махнули, тут американская, слушай, больше не могу, че-то мне как-то хреновенько. Русская, только давай я тебя до дома провожу. Да, а смотри, как актуален. Я помню, кто-то давно-давно рассказывал Юрий Никулин, по-моему, да? Да. Советский. А ничего не изменилось? Из свежего? А теперь видите, насколько актуально это все, да? Какая линия меняется, да? Здорово! Свежесть тоже меняется. Классно, классно. Пожалуйста, Миш. Грузинская школа, учитель спрашивает, дети, сегодня мы рассказываем басмин криладзе, квартет. Кто знает? Ну, естественно, все сидят, молчат. Гоги, расскажи, я не знаю совсем, рассказывай, как знаешь. Ну, хорошо, басня, криладзе, квартет, значит, осели играть в квартеты осел, козел, мартышка, косолопая, мишка. Так осели не играет в квартеты. Так осели тоже не играет в квартеты. Тут летел умный птица ворон с кусочком хачапури в клюве. Звери увидели птица ворон, спрашивают, птица ворон, слушай, как нам сесть, чтобы в квартете играл? Птица ворон, клюв открыл, кусочек хачапури выпал. Расселись тут в квартете, говно, представляешь, действительно так преподают это все в грузинских школах. А где-то напомнили мне грузинский анекдот, когда в бассейн и тренер «Так, что, Гоги, вылезай от бассейна, ты больше не купаешься, не плаваешь, идешь домой». Он говорит, «Тренер, но почему? Потому что ты писаешь в бассейн». Он говорит, «Тренер, но все писают в бассейн». «Да, но все делают это тихонько, а ты ссышь с вышки». Пожалуйста, Александр. Ну, раз у нас такие национальные, сербский анекдот. О! О! Мальчик, папа, а я серб? Он говорит, «Ну да, я серб, ты серб». «Мам, а я еврей?» «Ну да, я еврейка». «А что ты спрашиваешь?» «Да вот у соседа такой велосипед, думаю, скрасть или поторговаться?» «Очень интересный». «Так, пожалуйста, Мария». «Ой, мой следующий. черт возьми так неожиданно каждый раз а вот я вспомнила анекдот про религию и фэшн вот такой значит можно таки рассказывать приходят звери в синагогу церковь в общем там батюшка ведет службу с кодил это называется с кадилом там все дымится из кадила вот эта длинная его ряса роскошная вот и стоит в общем пришел гей покаяться в церковь покаяться в грехах своих и он кается и видит вот этого батюшку ему кричит мужчина мужчина в длинном платьице у вас сумочка загорелась очень трудно выходить в кост прямом эфире придать она теме ну нормально жизненно я думаю что вот на самом деле если что меня будут на костре сжечь мне кажется нет ну масленица уже прошла слава богу уже там уже было кого же уже через год только ждите хорошо так пожалуйста по моей расчетной логике моей очереди тоже какой как неожиданно и так у меня мне надо какой-нибудь коротенький ты так неожиданно политически рассказала такой наш давай что-нибудь такое вот проёжи нет я думаю что тут более еще более жизненное так в общем есть один коротенький да это даже я не знаю может даже не совсем анекдот ну такая шуточка в общем обидно когда ты его из армии дождалась а он тебя из тюрьмы нет как ты сильно поменялась дорогая еще не все города они уже объехал со своим новым шоем вот эти вот сейчас будет армавир арзамат друзья давайте поаплодируем нашим командам пришло время подводить итоги нашего первого конкурса уважаемый смехомер пожалуйста покажите к нам кто был лучше кто был чуточку менее весел и смешон в этом первом конкурсе и так наши результаты. Смотрим на смехомет. С небольшим отрывом. Неожиданно. 70 на 60. Это как давление. Это не возраст. Это не возраст. Это не возраст. Значит, что становится у нас? Соответственно, 1-0. Давайте поздравим команду оранжевого дивана. Ничего страшного. Вы у него не расставили. Соберитесь. Ничего страшного. Мы переходим к нашему второму конкурсу, который называется Баттл. Рождаются. Репетировали команды. Мы даже, видишь, цвет выбирали. Да, у нас такое, знаешь, если где-то для иностранцев сказать, то Anecdote show. Humor, song and little dancing. Ну, нормально. Давайте поаплодируем танцевальному коллективу. Хлоп-хлоп-хлоп. Мы уже можем на корпоративах с тобой, если что. Легко. Легко. Друзья, баттл. Да? Битва, собственно. Сейчас вы будете сражаться. Ну, опять-таки, рассказываю анекдоты. Никакой драки не будет. Надеюсь. Веди себя прилично. Почему ты так на меня посмотрел? Ну, не знаю. После вот этих двух анекдотов, я так первый... Я могу быть враждебным настроем. И подумал, эти тюрьмы не дождаться. Такая вся. Да, давно не виделись. Что здесь интересно? Значит, обратите внимание, мы подготовили для вас вот такие темы. Ну, все анекдоты распределили по некоторым темам. Они где-то пересекаются. Охота, звери, семья, машина, магазин, школа. То есть, Вовочка и школа. Похоже, да? Ну, все понятно. Что происходит? Вы берете планшет, запускаете наш барабан, нажимаете на кнопку, барабан крутится, герои. Вот у меня выпала тема герои. Значит, это могут быть какие-то мультипликационные, киногерои, супергерои, герои различных государств. Секс тоже самое. Да, да, да. Вот. Ну, какой-нибудь пример, да, такого анекдота про герои. Например, пошли как-то Трамп Макрон и Меркель к Гудвину, к великому волшебнику. Да, значит, Трамп попросить, значит, мозги, Макрон смелость, ну, как в сказке, да, а Меркель сердце. Вот. Значит, сидят в коридоре, говорят, а как там, что, ты что будешь просить? Он говорит, я за мозгами, а ты что? А я за смелостью, а я вот... Ну, подходит очередь, они, значит, открывают дверь, заходят, говорят, здравствуй, великий Гудвин. А он говорит, добрый вечер, дверь закройте. Ну, в общем, как-то так. Кто начнет? Тогда первыми были вы. Давай, малышка, жми. Так. Машины. О! Спасайте меня. Сложно. Сложно. Ну, смотрите, что может быть в машине. Это анекдоты про бензин. Анекдоты про бензин каждый день. В принципе, один большой анекдот. Анекдоты про бензин. Потормозу жидкость. что вы сидите? Как Нюша залила дизайн себе в бак. Значит, вот это много про педали, про все такое. Не, машины. То есть, ну, это все едет, как-то за рулем. совсем просто не женская история. Едет 600 и ему... Знаю, вот, вот, женщина за рулем, словно звезда на небе. Все ее видят, а она никого. Мне вот, мне кажется, автор, автор такой философских замечаний, изречений каких-то вот у нас присутствует и такими прям сыпет. Ну, чем будете бить? Нажимайте кнопку. Так. Ну, сложно. Я согласен, сложная категория была. Нажимаю. Итак. Давайте на благо... Армия. Армия. Ой, у меня очень неприличный анекдот. Неприличный? Да. Все закроют уши. Это очень хорошо. Можно? А мне секс? И про евреев опять. Только микрофон, пожалуйста. У меня опять про евреев и неприличный. Про израильскую армию? Да. Ну, давайте все расскажем. Все, пожалуйста. Ну, в общем, к Рави приходит какой-то очень там вот такой генерал мощный, еврейский. И говорит, Рави, что делать? Я вот не знаю, как быть. Можно ли заниматься с женой сексом? Он говорит, ну, конечно, можно, пожалуйста, занимайтесь. Он говорит, Рави, ну, мне хочется вот немного особенный секс. Ну, как бы такой другой, сзади. Вот. Он говорит, да. Понимаешь. Он говорит, генерал, он говорит, ну, в принципе, таки можно все это устроить, но вот вы вначале пойдите и убейте, там, сто палестинцев. Он говорит, ну, хорошо, я так и сделаю. Он, в общем, все сделал. Возвращается через час. Пришел, возвращается. Говорит, Рави, мне так понравилось, я не знаю, что делать. Таки можно еще раз. Он говорит, ну, в принципе можно. Вы вот еще возьмите в плен там палестинцев, не будем убивать никого все-таки, ну, возьмите в плен палестинцев еще 200. Ну, тот пошел, взял палестинцев, сделал свой дельца. Приходит через месяц, говорит, Рави, я просто умираю, что делать? Он говорит, ну, хорошо, еще тысячу палестинцев, и вопрос закрыт. Через месяц приходит Сара и говорит, Рави, я все, конечно, понимаю, но как долго вы будете решать проблему внешней политики через мою жопу? Вечер семейных анекдотов по Абрамовичу. Я говорила, что он не очень. Мне очень нравится формулировка. Я, конечно, все понимаю, но... Слушайте, какая мощная у них армия. Мне даже сейчас стало не по себе. Ну, давайте поаплодируем. Действительно, мощно. Маша, прям. Я сказала, да. Мя-мя-мя. Я его вспоминала, если честно, еще по дороге. Очень здорово. Пожалуйста, нажимайте, Александр, кнопочку, запускайте наш барабан. И так... Национальности. Опять. Национальности. Так уже все... Столько всего... Не-не-не, так там все время в одну национальность. Хорошо. Хорошо. В одну национальность. Приходит, значит, Сара к Рэбе. Рэбе, у меня... Вот муж мне изменяет, что делать? Он говорит, возьми простынь, нарежь ее маленькими ровными квадратами, сложи в семейный очаг. Собери остатки из очага пепла, развеи над вашим семейным ложем. Ну что, Рэбе поможет? Ну, не помешает. АПЛОДИСМЕНТЫ Прямо... Александр так нас все рассказывает, что как будто вы на битве экстрасенсов. Давайте дальше, дальше продолжаем. Пожалуйста, Михаил. Михаил, выпускаете барабан. Нажала? Ну давай, я нажимаю. Давай, ты нажми, а я расскажу. Интересно. Пара-па-па! Пара-па-па! Пара-па-па-па! Пара-па-стоп! О, больница. Больница! Больница. Больница. Пару лет назад, значит, на велосипеде ехал с работы, ну и, понятное дело, пьехал с горки, а внизу оказался бордюр. Ну и, короче, я полетел через руль, делал тогда еще программу на одном телеканале, думаю, главное лицо сберечь. Ну, Вадим знает. Главное упасть, все переломать, но лицо, чтобы было в экране, нормальное. Короче, перелетаю я через руль, ну и приземляюсь на руки, берегу лицо, но в результате руки у меня, ну все, просто в хлам. Иду в травмпункт, значит, мне делают рентген, я говорю, ой, ерунда какая мне показывают, ну вот смотрите, говорит, я говорю, ой, ерунда какая, ну подумаешь, говорю, маленькие трещинки, на что доктор говорит, трещинки это в жопе, а у вас перелом. Жестоко. Убирайте категорию. Сложная машина, 80 тысяч евро. Да! Звери! Про зверей у меня как-то все вот эти вот анекдоты из детства. Ну, ради бога, а ты их в Абропу. Завидные. Давайте я хоть как-то, может быть, не знаю, обыграю. Давай. Пакет. Он такой, он короткий, но забавный. Приходит такая собака домой, такая довольная. Такая, хозяйка, привет. Хозяйка такая, ты что, ты что, собака, ты что, нажралась что ли? Ты что, пьяная что ли? Так, ну-ка, собака, ну-ка, ну-ка полай. Лай, лай, лай. Я просто мама все время его так рассказывала. Лай, лай, лай. Лай, ла, 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 ла. Лай, ла, 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 ла. Да, там можете и так. Из детства говорит, не поверите мне, его мама рассказывала, да. Нормуль. Ну, здорово. Маша, пожалуйста. Я нажала. Синюй, у тебя здесь нет. Это же пока, электричество. Школа. Школа. Вот, какое благодатное поле. Я помню, что-либо, да, из школы? Из школы, да. Школа, это все мариванны, вовочки, темы биологии, зоологии, физкультуры. Давай, вспоминай. Я про вовочку ничего не помню. Он как-то... Ну, задания какие-то. У меня сын сейчас рассказывает. Давай, расскажи. Миша помнит. Нет, давай, я тебе напомню, ты расскажешь. Ну, давай. Да, можно напомнить. Можно, да, так сделать? Вовочка купил ворона. Ворона купил. Да. Вот. Говорят, Вовочка, а зачем тебе ворона? А пока Михаил напоминает... Хочу проверить, говорят... Хорошка о погоде. В Саратове плюс 7. Пока, да? Да, ну, это один... Так, еще про вовочку. Не рассказали анекдот только. Нет, нет, нет. Я могу рассказать. Ну, ладно, давай расскажу нормально. Может, Михаилу рассказать нормально? Давай ты расскажешь. Не обязательно, вы же команда. Не обязательно команда с тобой, Миша. А расскажи про грузинскую школу еще один. Ну, расскажи. Что такое ОС? Что такое ОС? Вот рассказать. Так, товарищи, соберитесь, пожалуйста. Мы собрались, мы собрались. Просто победа нас немного... Да я вижу, расхолаживает. Да, мы сразу почувствуем себя звездами. Да что там, где? Ну, давай ты будешь грузинской учительницей. Давай, я буду грузинской учительницей. Да, урок географии. Микрофон, пожалуйста, Михаил. Урок географии, да. Ты спрашиваешь, что такое ОС? Что такое ОС? Гоги отвечает. ОС это такой полосатый мух. Нет, говоришь ты. Нет. ОС это то, вокруг чего крутится земля. А как, вокруг чего крутится земля. Поролям они еще. А я анекдот пропустила. А теперь ты расскажи. А, ОС. Я поняла. ОС, да, ОС. Это полосатый мух. Мне нравится, когда два еврея рассказывают грузинские анекдоты. Ну, аплодисменты, друзья. Очень хорошо. Вот. Давай, малышка, жди. Нажимай. Я нажму, но... А, я, да. А то я... Михаилыч, ну не знаю кто. Вы же команда. Ну, Нюша роскошная. Ну, ладно. Блондинки. Ну, у тебя-то натуральный цвет. У меня, да. 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 Поэтому... Что ты можешь знать о блондинках? Вот. Разве что они... Профессионал. Ну, их очень... Они все стандартные. Почему блондинки йогурты открывают прямо в здании супермаркета до кассы? Потому что там написано «открывать здесь». Простите, барышня, это меня автомат заставил. Лучше про зверей, да? Чтоб не обижать никого. Нет, отлично вообще. Насколько это жизненно. Звери есть? Да. Здорово, здорово. Нажала. Да, да, да. Не забываем обороты. Аклабирую всем зрителям. О, господи. Герои. 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 Тоже герой. Почему опять? Я даже знаю про колонавирус. Герои. Это... Сейчас кто? Винни-Пухи, Микки Маусы, Человеки-пауки и тому подобное. Ты помнишь? Ты кого хочешь? Машу или... Штирлиц. Давай ты рассказывай, рассказывай. Мультфильмы, кинофильмы. А, ну, традиционный герой. Василий Иванович. Давай. Вот. С Петькой. Заметьте, традиционный герой. Традиционный, да, слава богу. Это вам не Петька. Василий Иванович с Петькой. Значит, раздеваются. Все-таки с Петькой. Ну, а с кем ему общаться, Василий Иванович? Там еще пулеметчица была. Это с Петькой, а Анка это отдельно. Так, давайте все. Василий Иванович, да. Василий Иванович с Петькой, значит, раздеваются. Василий Иванович снимает сапоги. Петька говорит, слушай, Василий Иванович, извини, конечно. Чего у тебя так носки-то воняют? Ну, Петька, я и постарше тебя буду. Мне напомнил анекдот, когда Василий Иванович и Петька в бане моются. Значит, и Петька шашкой спину вот так вот трет Василий Ивановичу. Пар стоит такой. И потом, о, Василий Иванович, а вот и майка, а ты, говорю, ее сперли. Друзья, этот раунд подходит к завершению. Давайте подводить итоги. Громче, громче, громче. Я считаю, что наш батл состоялся. Что же на это скажет наш уважаемый смехомер? Пожалуйста. И... Мишань, ты смотри, хочу, а? Честное слово, мы... Никому-то взятку, походу, дали, ребят. Пока желаю, Вань. Маша, не рассказывай никому. 70 на 50. И счет после второго раунда у нас становится 2-0. Мне кажется, несправедливо. Мне тоже кажется, несправедливо. Да, давай. Ну и ты. Все равно 2-0. Нет, было бы здорово так... 7-2. Другое дело. Так, громче, в хоккей играешь. Смотрят, смотрят, смотрите, громче, так по телевизору. Чемпионат мира по хоккею. О, 2-2. Беларусь и выигрывает. Это единственное интерактивное шоу, в котором в следующий раз будут команды. Знаешь, участница и такой... Валуев. И Валуев, да. И тут Карелин. Аплодируют зрители. И у нас впереди 3-й решающий раунд. Это анекдот шоу в Одноклассниках. Гадали ваш секрет. Наш успех просто это все дело в танцах. Да. Ну ты же знаешь... Просто реглантизируют зрителей. Это ритуальный танец, да. Конечно. Слушай. Вызываем душ, облако и бал. Итак, друзья. Счет 2-0. Прошу собраться команду «Зеленого дивана». Третий завершающий раунд нашего анекдот-шоу. В чем заключается суть? В этот раз вы боретесь не против друг друга, да, а против меня. Который рассказывает анекдот, задача рассказать анекдот, ну скажем, который я наверняка, по вашему мнению, не знаю. Потому что если я скажу «Знаю» и дорасскажу его вместо вас до конца, вы теряете возможность получить 2 балла. Если вы рассказали до конца анекдот, и никто концовкой его не назвал, вы получите 2 балла. Что значит «никто»? Потому что против вас играет не только моя персона, но и еще команда соперников. Если они угадают концовку анекдота быстрее меня и дорасскажут ее правильно, они получат 1 очко. То есть, ну, все очень просто, все очень запутанно звучит, но на самом деле нужно рассказать анекдот до конца. Бывали случаи, что кто-то рассказывал очень короткий анекдот, пока я вообще не успевал среагировать. В общем, вспоминайте, думайте. Я вас составлю на пару минут, потому что я отправляюсь наградить наших участников, которые бьются за настоящие деньги в сети, присылая свои анекдоты мне на конкурс. Поэтому вы ждите, а я иду к вам, уважаемые зрители. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, друзья, итоги таковы. Третье место и, соответственно, одна тысяча рублей достается Владиславу Султанову за вот такое вот художественное произведение. Пожалуйста. Грузин делает предложение девушке. Наташа, я тебя очень люблю. Выходи за меня заново. Хорошо, Гиви. Только у меня три условия. Говори. Спасибо большое Владиславу Султанову. Кстати, если я не ошибаюсь, он у нас уже деньги выигрывал. Так что вот не останавливайся, Владислав, будь другим примером. Второе место и две тысячи рублей, соответственно, Семиус Сэм. Не знаю, может, американец, а может быть, наш просто косит под очень веселого человека. Смотрим его анекдот. Идет муж с женой по парку развлечений. Покатались на каруселях, попрыгали на батутах. Идут дальше, смотрят. Качают большие, огромные. Муж с жене. Нет, ты не пойдешь качаться. Она, а почему? Да у тебя, говорит, юбка короткая. Все видно будет. Трусы будут видать. Так что, стой, жди меня, я сейчас за мороженым схожу и приду. Ну, она его ждет, стоит. Он ушел. Муж приходит, смотрит, жены нет. Она на качелях качается. Орет, радуется. Муж, так я же тебе говорил, что трусы будут видать. Она, да не волнуйся, сняла я их уже, сняла. И, наконец, друзья, давайте порадуемся. Первое место и, соответственно, 4 тысячи рублей Александр Беловодов. Вот его анекдот. Значит, бабка приходит на рынок, покупает попугая. Домой приносит, короче, клетку ставит, просто из клетки снимает. Попугай такой на нее сидит, смотрит. Здравствуйте. Меня зовут Сарочка. Я очень, очень хочу трахаться. Бабка в ужасе, вот это я купила. Блин, подружке звонит, говорит, так и так, что делать, все дела. Она говорит, фигня, вопрос, говорит, у меня дома два попугаев живут. Они, короче, Библию читают, не пьют, не курят, научатся. В церковь летают, приноси, научат, чтобы не ругалась, ничего не делала. Хорошо, вопросов нет, приносит. Две клетки рядом ставят. Две просто не снимают, короче. Одна такая сидит на ней, на этих двух попугаев смотрит. Говорит, здравствуйте. Меня зовут Сарочка. Я очень, очень хочу трахаться. Один попугай другому такой. Слышь, Мойша, наконец-то Бог услышал наши молитвы. Ха-ха-ха. Вот, собственно, друзья, на этом все. На сегодня деньги закончились, но они еще есть. Присылайте свои анекдоты, выигрывайте настоящие деньги. Главное, не забывайте на свое художественное произведение ставить хэштег. Везде, в названии, после названия, в описании. Делайте татуировки с хэштегом анекдот-шоу, чтобы я случайно ваш анекдот в сети не потерял. Удачи, дерзайте. Жду ваших коротких юмористических историй. Друзья, еще раз напоминаю, чтобы рассказать анекдот, чтобы противник, может, не успел опомниться, да, и я там не успел вставить. Знаю. Анекдот может быть коротким. Ну, например, Путин помощником дает задание раздать пригласительные главам европейской государства на парад 9 мая. И они говорят, Владимир Владимирович, а если не будет брать? Не будет брать, отключим газ. Операция «Бриллиантовая рука». Давайте с кого-то начнем. Вы пока у нас победители, даем первое право вам. Давай. Так, ну, собственно говоря, гуляет блондинка по зоопарку. И тут вопли, крики. Боже мой, выпустите это животное из клетки. У него же загар неровный. На прозебру. На них занес флоса. Молодец, молодец. Ага. Не знал, не знал. Не знал. А что вы радуетесь? Счет. Посмотрите сюда. Два-два. А это наш хитрый ящик. Я только себе нарисовал, зоопарк. Я где-то над пингвинами пролетаю. Молодец, молодец. Давайте, Машенька, пожалуйста. А я? Так, опять сразу лезет все неприличное в голову. Ну ладно. А я буду отказывать себе в удовольствии. В общем, три женщины легкого поведения. Они связали со своей карьерой выдающейся. И решили, так сказать, жить праведной жизнью. И все три девушки вышли замуж. И встречаются они через год. Начинают обсуждать свою жизнь. И так они стали очень благочестивые. То слово секс. Они стали заменять словосочетанием «жарить картошку». Вот. Это мой, кстати, первый детский анекдот. И в этом мой детский анекдот. По-моему, мы все проиграем сейчас. Детский анекдот. Ну, вообще, первая говорит. Девочки, чума. Я вышла замуж вообще бизнесменом. Мы летаем на Карибы, картошку жарим пять раз в день. Огонь. Машенька. Молодец, ее нравится. Вторая поскромнее девушка была. Она говорит, ну, муж у меня менеджер. Конечно, устаем иногда, но картошку жарим. Жарим. Три раза в неделю случается с нами. Ну, третья сидит печальная, плачет. Они говорят, Светка, ну, с чего ты плачешь-то? Картошки нет, жарить нечего. Стерва. Кто? Ты знаешь, подождите? Давай, давай, давай. Ну, я предположила. Например, так и есть. Нет, 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 а вдруг да. Картошки нет, жарить нечего. Да, да, да. Да? Ты угадала? Нет, нет, нет. Вы получаете один балл. Знаете, там чуть-чуть, чуть-чуть по-другому. Там в конце картошки нет, даже ручки от сковородки нет. Ну, смехомер засчитал. Счет становится два-три. Замечательный анекдот. Вот это уровень. Вот это да. Вот это уровень. Я-то думала, что нет. Нет. Я думал, концовка будет раз в месяц и только чипсы. Ну, что бы такое. Это же могло быть, да. Ну, все, хороший. Вот сейчас был классный момент. И правоход за вами. Пожалуйста, Александр Михайлович, ждите. То есть нужно либо коротко, либо неизвестно, да? Ну, все в ваших руках. Вы уже близки к победе. Священник в Брюсселе просил друга подежурить на исповеди. Он говорит, как я справлюсь. Ну, говорит, там в книге все написано. Там что за что? Он говорит, да, ну, садится, приходит там. Первый говорит, знаете, вот я украл. Значит, кража. Помолитесь пять раз. Дайте 700 франков на дело церкви. Святого Христа. Так целый день работал, работал. В конце рабочего дня приходит. Я педофил. Листал, листал, листал. Ничего там в книге не написано. Он, значит, по церкви бегает. А там хор мальчиков упражняется, репетирует. Он, мальчик, а что дает за педофилию? Ну, как что? Биг Мак и Кока-Колу. Смотрите, как вы. В победу-то шагают семимильными. А какой-то конкурс странный. Это два балла, что ли, за? Да, но они тогда балл заработали. Сейчас два балла. Китайская машина. Китайская машина. А адская машина. Вообще. Машенька, давайте. Что-то у вас тут неладно, я чувствую. Все у нас ладно. Вы с картошкой подставите. Нет, нет. Картошка была знатная. Нет, картошка была отличная. Зал либо смеется, понимаешь, либо мы проигрываем. То есть это... Нет, давайте поаплодируем картошке. Ура! У меня белорусская просьба отдельно. На картошку сразу реагируйте. Слушай, ну я рискну сейчас, правда. Это один из таких анекдотов специфических, еще во времена учебы. Подсмотренный, подслушанный. Вот такой. Про зверей. Про зверей? Да, да, да. Значит, лес. Встречается в лесу два ежа. Один другого спрашивает, ты кто? Я еж, а ты кто? Я еж. Слушай, что за херня? Два ежа, что ли? Все. Шикарно. Это... Это концептуально. Концептуально. Я сразу хочу спросить, где подсмотренный и где подслушанный. Это где-то на пьянке двух философов там было? Театральное училище. Просто выделать... Относительно. Но факт остается фактом, понимаете? Ну да, что делать? Ну... Да. Не я считаю, наша машина, наш смехомер. Пожалуйста, давайте. Муж возвращается из командировки. О! Это вам не ежев. Это не ежев. И не зебра. Так. Видит огромное пальто, большие ботинки в прихожей. Думает, пойду к соседу в хоккей смотреть. Впервые выходит на балкон. Там действительно огромный мужик на его балконе стоит, курит. Он говорит, мужик, а ты знаешь, что ты чужую жену шпилишь? Знаю. А если муж придет? Я его тоже шпилию. Вот так. А он не придет. А он не придет. Нет, я не считаю. А он не придет. А он не придет. А ты знал? Нет. Догадался. А, просто радуешься, что все хорошо закончилось? Да, да, да. Но я должен дать вам шанс. Могла быть и другая развязка. Мог прийти. Корабль дальнего плавания уходит на полгода. Полгода без женщин. Ни одной женщины на корабле нет. Поэтому те, кто уже долго ходят в море, они иногда придаются различной любви. Ну, как-то надо выживать. Поэтому иногда как бы и, так сказать, однополая любовь тоже присутствует. Ну, и вот большой корабль, очень много людей. Хороший мы приглашали. Очень большой. И там только один юнга не тронутый, так сказать. Не тронутый. Миновалый его. Ну, и все ходят вокруг, да около, вокруг юнги, думают, как же этому юнге-то объяснить-то смысл любви морской. И, значит, зовут Боцмана. Боцман такой бывалый, дядька, лет 70. Так говорят, Боцман, ну ты иди к юнге, но только деликатно. Вот просит тебя одного. Деликатно. Идет Боцман к юнге, подходит и говорит. Никто не знает? Ну, я знаю, по-моему. То есть он, ну только там не так, ну объяснить, в общем, Боцман юнга говорит, ну я не могу так сразу. То есть он говорит, ну ты понимаешь, что вот у нас тут такой коллектив, то есть мы давно плавни, то есть он говорит, ну я как бы, я не разум, я первый раз, мне надо как-то, чтобы кто-то помог. И Боцман говорит, я люблю тебя, юнга. Да? Завершился наш третий раунд. И время подводить итоги и раздавать подарочки. Ура, 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 ура. Дорогие друзья, сами все видите. Наша машина посчитала и все у нас сходится. Со счетом 4-7 победу сегодня одержала команда «Зеленого дивана». Нюша, Александр, поздравляю вас. Что я аплодирую вам. У нас приз зрительских симпатий. Итак, у нас, как обычно, золото и серебро, выраженное в лопатах. Лопата нынче очень твердая валюта. Итак, пожалуйста, серебряные лопаты в студию. АПЛОДИСМЕНТЫ Михаил, Мария, пожалуйста. Прекрасно, спасибо. Вам аплодируют зрители, аплодируют ваши соперники. Я аплодирую вам. Это было действительно здорово. Мария. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 буду не первой, кто спрашивает, но почему именно лопаты? Потому что смеяться после слова лопата. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Логика! А теперь все участники шоу идут убирать снег в Москве. Друзья, анекдотов миллионы. Миллионы их любят, миллионы их слушают. Самое главное, не стесняйтесь рассказывать, потому что анекдоты придумывает народ, а рассказываем мы. спасибо вам огромное, что были с нами. Это анекдот-шоу в Одноклассниках. Увидимся в среду и в воскресенье в 20.00. Пока! АПЛОДИСМЕНТЫ А теперь можно спрашивать с лопатой. Танец лопатой. Вот эти. Знаменитый танец лопатой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...